Роман со скип-хоп Роман со скип-хопом Начиналась ее долгожданная передача Романтика романсов С душевной мелодии унесли ее в далекую юность Затуманили взгляд и заставили забыть о возрасте Очаровать ли вы, ласки, очаровали вы меня Настолько жизни, столько ласки, настолько страсти и огня Она снова была юной красавицей, заставлявшей сердца молодых людей питься чаще Женщина вместе с исполнителем стала выпивать мелодию Сверху над ее торжом вдруг загремела Загрохотала и, перебивая прелестные слова Она услышала хрипловатый голос знакомой певицы «Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты Вот какая ты, зараза, девушка, мои мечты!» «Что же это такое?» Восмущенно подумала Серафима Петровна «Хотя бы звук убавили!» И она, стараясь не слышать навязчивую попсу, сделала громче свой канал «Я вас любила, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем» Ее очень понравился этот роман на стихе Александра Сергеевича Пушкина С ним была связана первая юношеская любовь Студентки Симы и однокурсника Олега Олег прилично играл на гитаре и признавался девушке в своем чувстве через музыку Отношения их были совершенно чистыми и нежными Такие отношения сейчас на смешку называют пионерским Да, все изменилось, все перевернулось с ног на голову После того, как практика разбросалась с Олегом по разным городам Она встретила своего будущего мужа Алексея Но стырным оказался он! Не могла она устоять перед его теплым, вархатным голосом Любовью к музыке И она, начинающий доктор, сдалась Не уходи, побудь со мною Здесь я так традно, так светло Я поцелуями покрою Устаю очень ничего Каждый раз повторял эти слова, когда жена собиралась на работу В эту минуту звучавший роман сколыхнул Разбередил душу доктору, заставить смахнуть непрошенный слез Серафима Петровна старалась напевать их вместе с исполнителем Если бы, не забудьте сверху А ты же страшная такая, ты такая страшная И не накрашенная, страшная, и накрашенная А ком это они? Удивилась женщина Да не бывает в природе некрасивых девушек Если они, конечно, ухаживают за собой Для Алешеньки она была самой красивой на свете Жили они душа в душу Не могли дождаться окончания рабочего дня, чтобы встретиться дома Но говориться достаточно не могли Налибоваться друг на друга Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты Как мимолетное видение Как гений чистой красоты Как гений чистой красоты Велилась такая знакомая мелодия Серафима Петровна замиранием сердца Как бы вдыхала, он мужчина пел И будто на смешку от соседей Стараясь перекричать на телевизор Донеслось Не виновата я, не виновата я Что вот осталась я одна такая несватанная Как ни стараясь успокоить свое раздражение Она все больше обзотевала ею Женщина еще немного прибавила звук Хотя камерную музыку она любила слушать В мягкой комфортной обстановке Кто же сочиняет все эти шедевры И как можно взяться их за их исполнение И испортив это своей репутацией Это же просто стыдно Муси-пуси, муси-пуси, миленький мой Я говорю, я всем во вкусе Рядом с тобой Ответила сверху А по телевизору такая же мелодия Исполнительница умоляла своего возлюбленного Не уезжай, ты мой клубчик И черно жить не без тебя И сердце чувствовалось всю тоску Перед расставанием молодых Возможно, это была и последняя встреча Вот потому и просила девушка своего голубчика Не забывать ее Скажи ты мне, скажи ты мне Что любишь меня, что любишь меня Опа, опа, Америка и Европа Движутся планеты в ритме русского хип-хопа Тут же перебил голос от соседней на верхнем этаже Вынести этого Сергеева Петровна уже не могла Она быстро выключила телевизор Закрыла дверь в комнату Чтобы хоть так приглушить нежеланный концерт Потом пошла на кухню Поставила чайник на плиту И в ожидании, пока он закипит Взяла руки в любимую книгу Я спокойно гулял по парку День был тихим и ясным Вдруг в глаза мне попал солнечный зайчик Я посмотрел по сторонам Никого не было Яркие блики шли из придорожной травы Оказывается, лучки света посылала в глаза алюминиевая банка Банка была блестящая И, казалось, так и хотела обратить на себя внимание Внимание на нее обратил не только я один На ветке старой липы сидела ворона И словно под гипнозом не могла оторвать от взгляда От блестящей вещицы Налюбовавшись, она слетела с дерева прямо к банке Походив вокруг, как бы примиряясь Она клювом стала хватать ее за круглый бок Но всякий раз клюв совскальзывал Тогда птица подошла со стороны донышка Зацепив мелко выступающий край банки Она постаралась приподнять ее Хитрая банка никак не хотела попасться в плен к вороне И всякий раз оказывалась в траве Походив вновь вокруг красивой игрушки Ворона догадалась подойти к крышке Захватывала края Но никак не могла попасть в отверстие, откуда едят И так, и это крутила она головой Но не понимая, почему этот блестящий предмет Не поддается ей Наконец клюв попал в отверстие крышки И она зацепила банку словно прищепкой «Ура!» — обрадовался я за ворону «Правды говорят, если долго мучиться, что-нибудь получится» Птица поднялась над землей метров на пять Хотела усесться на толстую ветку дерева И вдруг банка выскользнула из клюва «Карррр!» — страшно заорала она, махая черными крыльями «Каррр!» — захотелось крикнуть И мне, и солидарности к бедной вороне Такого трагизма в голосе птицы я еще не слышал Ворона вновь села на липу и стала смотреть на полюбившийся подарок судьбы Который никак не хотел стать ее собственностью Отдохнув, она вновь подлетела к блестящей игрушке И снова стала упорно добиваться победы Приближались сумерки Надо было возвращаться домой На следующий день мне было интересно узнать Завладела ли ворона полюбившимся предметом Я подошел к тому самому дереву Где вчера разыгралась интересная баталия Банки на месте уже не было